Добрый день, уважаемые коллеги! Я бы хотела представить вашему вниманию доклад надпочечниковой недостаточности при кцепленной адренолейкодистрофии. Адренолейкодистрофия – это тяжелое нередегенеративное заболевание, имеющее кцепленный рецептивный тип наследования и протекающее с поражением нервной системы и эндокринных органов. Ген ABCD1, который является причиной развития данной патологии, состоит из 20 тысяч пар нуклеотидов, имеет в своем составе 10 экзонов и локализован на длинном плече X-хромосомы. Этот ген отвечает за работу трансмембранного белка-переносчика, относящегося к семейству ABC-транспортеров, семейству D1. Он служит для переноса жирных кислот с очень длинной цепью на внутреннюю мембрану пероксисом для последующего их бета-окисления. В результате нарушения работы данного переносчика происходит накопление жирных кислот с очень длинной цепью во всех клетках организма и поражение наиболее чувствительных органов – это клетки нервной системы и стероид, продуцирующие клетки надпочечников и ганат. Тяжесть и высокая летальность адренолейкодистрофии обусловлены поражением нервной системы, но, однако, надпочечниковая недостаточность также является жизнеугрожающим состоянием, которое требует своевременной диагностики и назначения адекватной заместительной терапии. Патогенез надпочечниковой недостаточности составляет три параллельно происходящих процесса. Первым и основным является поражение пучковой и сетчатой зон надпочечников вследствие накопления жирных кислот стероид, продуцирующими клетками и их токсического воздействия на эти клетки. Данный процесс обуславливает этапность и постепенность развития надпочечниковой недостаточности, сначала с поражением пучковой и сетчатой зон, ответственных за синтез кортизола и надпочечниковых андрогенов, и с дальнейшим переходом процесса на клубочковую зону, ответственную за синтез альдостерона. Вторым процессом является встраивание жирных кислот в мембраны стероид, продуцирующих клеток, что снижает ответ клеток на стимуляцию адренокортикотропным гормонам. И третьим процессом является уменьшение свободного холестерина, который клетка использует для стероидогенеза. И таким образом в совокупности все три процесса приводят к снижению гормонов коры надпочечников и приводят к развитию клинических симптомов надпочечниковой недостаточности. Надпочечниковая недостаточность при адренолейкотистрофе, как я уже сказала ранее, имеет этапное развитие, в некоторых случаях быстрое, и мы не успеваем засечь этап изолированной глюкокортикоидной недостаточности, но также для нее характерно медленное развитие, когда у пациента может долго существовать с изолированной глюкокортикоидной дефицит и последующее присоединение минералокортикоидного дефицита. Симптомы надпочечниковой недостаточности при адренолейкотистрофе достаточно типичные и складываются из симптомов глюкокортикоидной и минералокортикоидной недостаточности. Для них характерна, в клинике надпочечниковой недостаточности, характерна гиперпигментация кожных покровов с сгущением над крупными суставами и в местах естественных складках, наружных половых органов, выраженная слабость и утомляемость, задержка физического развития, гипогликемические состояния. При присоединении минерал-кортикоидного дефицита у пациентов может возникать тошнота с повторной рвотой, тяга к соленой пище, гипотония, и если данное состояние не диагностировать вовремя, возникает развитие жизнеугрожающего состояния, которое принято называть сольтеряющим кризом. На лабораторной диагностике, позвольте мне не останавливаться, ее очень подробно доложила Анна Александровна Колодкина в своей маленькой лекции. Также дефицит гормонов сетчатой зоны коры надпочечников приводит к тестичной потере полового и акселярного влосения после наступления адренархии у данных пациентов. Надпочечниковая недостаточность при адреноликодистрофии чаще манифестирует в возрасте старше трех лет, на первой декаде жизни пациента. Однако, по данным литературы и по данным наших исследований, есть случаи манифестации ее до трехлетнего возраста. И сама надпочечниковая недостаточность, изолированная как форма адреноликодистрофии, является диагнозом исключения. И ее состояние как формы адреноликодистрофии является дискутабельным вследствие поражения, вследствие прогрессирующего характера адреноликодистрофии. Также выделяют две формы клинические XLD. Это церебральная форма, которая имеет чаще всего быстро прогрессирующее течение с развитием летального исхода. Она может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего происходит у детей в возрасте 60 лет. Она характеризуется наличием поражения головного мозга по данным МРТ. Поражение начинается в валики мозольистого тела с распространением очагов лейкопатии на перевентрикулярное белое вещество. Она характеризуется поведенческими, интеллектуальными и двигательными нарушениями. Ну и также при данной форме возможно развитие надпочечниковой недостаточности или присоединение поражений периферической нервной системы. Адреноликодистрофия, вторая достаточно значимая форма адреноликодистрофии, возникает чаще всего в подростковом возрасте или во взрослом. Для нее характерно отсутствие поражения головного мозга по данным МРТ. Для нее характерно также наличие нижнего парапореза, спастической походки и снижение вибрационной чувствительности. Она подтверждается данными электронной эромиографии и в своем составе также может иметь надпочечниковую недостаточность. При изолированной надпочечниковой недостаточности тоже хочется отметить, что присоединение неврологического компонента возможно в течение всей жизни, поэтому пациенты должны наблюдаться динамически с периодическим проведением МРТ головного мозга для исключения церебральной формы заболевания. Также для адреноликодистрофии ее особенностью является отсутствие генотипической корреляции с фенотипом заболевания. Как для генетики, так и для... Также и уровни жирных кислот с очень длинной цепью не являются предикторами течения той или иной формы заболевания. И отсутствие данной корреляции можно легко проследить в семье Н. В данной семье адреноликодистрофия установлена была сначала среднему ребенку. В возрасте 9 лет у него манифестировало заболевание с клиники поражения нервной системы с быстрой прогрессией и смертью в возрасте 10 лет от неврологического дефицита. Одновременно со средним ребенком был обследован его младший брат в возрасте 1,5 лет. И при осмотре никаких данных за надпочечную недостаточность у него выявлено не было. У него не выявлено гиперпигментации, у него густые волосы, избыточный вес, и он очень активный ребенок. Однако по данным обследования ему была установлена надпочечниковая недостаточность и инициирована заместительная терапия глюкокротикоидами. Спустя примерно 2 года в терапию добавлены минералкортикоиды и в настоящее время ребенок находится на динамическом наблюдении, и МРТ ему, по данным МРТ, у него отмечается отсутствие какой-либо патологии. Таким образом, форма адреналейкодистрофии у него звучит как изолированная надпочечниковая недостаточность. Старший брат был обследован первично в 13 лет, спустя год после установления диагноза двум его младшим братьям. Также при осмотре у него не было гиперпигментации, у него были густые волосы, и никаких клинических данных за надпочечниковую недостаточность у него не было выявлено. И также по данным обследования надпочечниковая недостаточность была исключена, он находился на наблюдении. В 14 лет ему проведена была проба с тетраказоктидом или синоктеном для исключения надпочечниковой недостаточности, на которой, собственно, мы исключили ХНН. В 15 лет на основании повышенного уровня АКТГ все-таки ему была назначена заместительная терапия глюкокортикоидами, и на которой он находится в данный момент. За все время терапии у него также патологии по данным МРТ не выявлено, ренин у него всегда в пределах нормальных значений, и сама надпочечниковая недостаточность имеет достаточно такое вялое течение, у него находится он на маленькой дозе, поэтому иногда забывает принимать терапию без вреда для своего самочувствия. И также в 15 лет ему по данным НМГ были установлены начальные проявления адреномиелонейропатии, и таким образом его форма заболевания звучит как адреномиелонейропатия. Также хочется обратить внимание на возраст первичного обследования пациента А, полтора года, что является ранним сроком как манифестации, так и обследования, то есть до трех лет, и уже у него было возможно установить надпочечнику недостаточность по данным гормонального обследования. Также я бы хотела представить вашему вниманию еще два клинических случая ранней манифестации адренолейкодистрофии. Пациент В также был обследован первично в возрасте полутора лет, также он был обследован по результатам семейного скрининга, его старшему брату была установлена адренолейкодистрофия, и старший брат его умер от прогрессии поражения нервной системы. Симптомов характерных для надпочечниковой недостаточности у пациента выявлено не было. По данным обследования ему установлена была надпочечниковая недостаточность субклинически, назначена заместительная терапия глюкокортикоидами, впоследствии к терапии добавлены минерал-кортикоиды, и ему проводилось динамическое наблюдение с сопроведением МРТ головного мозга, и в 5 лет у него выявлены начальные проявления поражения головного мозга по данным МРТ. Проводить МРТ очень важно, потому что единственным методом эффективной терапии церебральной формы адренолейкодистрофии является трансплантация гемопоэтических слойных клеток, которая имеет узкое терапевтическое окно. То есть ее можно проводить только при наличии начальных проявлений по данным МРТ, и уже не имеет смысла ее проводить при длительно существующем либо клинически очень выраженных симптомах и при прогрессирующем поражении головного мозга. И вот пациенту В было выявлено заболевание на ранних стадиях и проведена трансплантация от логичных CD34+, клеток, модифицированных лентивирусным вектором. Это достаточно новый метод терапии, который зарегистрирован в Англии совсем недавно, генная терапия с помощью лентивирусного вектора. И в данный момент пациент находится на динамическом наблюдении, у него отмечается стабилизация заболевания. И также пациент Г иллюстрирует клиническое развитие симптомов надпочечниковой недостаточности в раннем возрасте. Первично он был обследован в 4,5 года, однако симптомы надпочечниковой недостаточности у него проявлялись уже с 2 лет. Его беспокоили частые вирусные заболевания, которые сопровождались выраженными гипогликемическими состояниями до 1 мм глюкозы в крови. Также у него отмечалась гиперпигментация кожных покровов. По данным обследований ему была установлена надпочечниковая недостаточность и инициирована заместительная глюкокортикоидная терапия. В 4 года 8 месяцев ему добавлена минералокортикоидная терапия на основании клинической картины сольтеряющего криза, однако по данным медицинской документации это все было сделано по месту жительства. По данным медицинской документации у нас нет показателей ренина либо электролита в крови, потому что кровь была взята после инъекции солькортифа. У ПЦНТГ также МРТ головного мозга за весь период заболевания без патологии. Ему сейчас 5 лет и он также находится на динамическом наблюдении. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, уважаемая Софья Рустемовна, большое спасибо за ваше сообщение. В принципе, на этом наши доклады, можно сказать, завершены. Я хотела бы обобщить, что сегодня мы посмотрели на патологию надпочечников, на следственную патологию надпочечников, особенно коры надпочечников со всех сторон, хотя фигурировало и медуло мозговое вещество в составе синдрома Фанхиппеля-Линдау. Хотела бы обратить внимание на то, что это все было, по сути, первичная надпочечниковая недостаточность. То есть поражен сам орган по причине мутаций или, скажем так, более локализованно, точечно сам орган, сами надпочечники или в составе более сложных синдромов. Однако, да, повторюсь, это все первичные варианты надпочечниковой недостаточности. Итак, уважаемые коллеги, если есть у кого-нибудь вопросы. Ага, ну вот тут у нас вопрос один есть. ДНК-диагностика в первой семье. Не знаю, какой имеется клинический случай, но, наверное, например, про, если иметь в виду мой клинический случай из литературы, то там проводилась, да, генетическая диагностика. Я думаю, что везде, в принципе, где мы говорим о подтвержденном диагнозе, как правило, имела место быть диагностика мутации гена. Да, повторюсь, что везде, где мы говорим о подтвержденном диагнозе, чаще в нашем центре, в центре эндокринологии или в тех кейсах литературы, которые мы рассматриваем, как правило, диагноз подтверждается на уровне гена. Если на данный момент, может быть, еще какие-то вопросы, мы будем рады на них ответить. А если вопросов, собственно, нет, то данный семинар мы можем считать завершенным. Я хочу поблагодарить всех коллег за ваше выступление. Отдельное спасибо Софье Рустемовне за физическое присутствие. Она помогла нам всем сохранить честь мундира. И большое спасибо вам, слушателям, за то, что были сегодня с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok